ребята всем доброе утро я сейчас уже выложила видео и иду делать драники я же говорила что сегодня сделаю драники значит погнали на кухню делать драники я натерла картошку добавила сюда уже один желток посолила ну и в принципе все можно выкладывать на сковородку муку не добавляю я в общем дело по бабушкиному рецепту бабушка сказала что вот так вот она и делает у нее очень вкусные драники получаются ну что вот такие вот драники у меня получились ну и всем приятного аппетита кто кушает вместе с нами посмотрите как этот кот сладко спит просто вот хорошенький смотрите какой он хорошим сейчас милашка лежим смотрим в инкс и макс пришел ко мне в общем лег здесь рядышком и так сладко уснул в общем ребята смотрите что у нас происходит мы хотели с миланкой сейчас есть порисовать и я вспомнила что здесь очень много карандашей которые не поточены плюс фломастеры которые не пишут в общем мы сейчас решили с миланой разобрать все наши карандашики фломастеры ну в общем перебрать канцелярию здесь еще смотрите такие вот карточки с окея здесь еще смотрите вот медали средняя школа номер 15 это по папина медаль если я не ошибаюсь город пятигорск вот такая вот серебряная медаль в общем будем сейчас все это с милана перебирать смотреть что пишет что не пишет все карандаши будем подтачивать вот такие вот что это все такое штампики да штампики будем выкидывать потому что вряд ли они уже пишут в общем это пишет да но сейчас и переберем и сложиваться такую вот коробку смотрите кстати милана украсила вот так вот я считаю что то можно убрать да милаши же подклеивалась все в общем будем делать порядок итак я поточила смотрите все карандаши вот этот карандаш плохо точится в общем вот так вот сейчас все это выглядит посмотрите на мои руки это еще ничего а вот другая рука сейчас я помою эту руку и покажу вам что у меня с другой рукой в общем этом натерла уже себе мозоль пока точила все карандаши в общем вот смотрите видите вот это вот красненькая это мозоль ну да ладно зато проточила все карандаши так ну теперь будем фломастеры сейчас смотреть какие пишет а какие нет и будем выкидывать так смотрите мы еще перебрали фломастеры на самом деле очень много по выкидывали фломастер и на столе еще остались ручки еще некоторые карандаши которые я не заметила в общем сейчас сюда убираем и потом я вам покажу что в итоге у нас получилось ну что вот так вот у нас получилось. Вот так вот все это выглядит. Вроде бы получилось ничего. Повыкидывали все, что нам не нужно. Получился целый мешок прозрачный, небольшой. Ну, а сейчас будем с милашкой раскрашивать. Ребята, мы сейчас зашли в ленту, и я наконец-таки нашла вот такие вот фруктовые кусочки, мармелад, банан и клубника. Потому что, когда в прошлый раз мы были в ленте, я все коробки перерыла, но не нашла этот вкус. Везде была только малина. Ну, а сейчас нашла этот вкус. Конечно же, его взяла. Здесь, на самом деле, небольшой пакетик, но мармелад мне этот очень нравится, очень вкусненький. А еще, смотрите, что я понаходила здесь. В общем, смотрите, сейчас появилась в ленте в океане не видела такую шоколадку. А вот в ленте именно новинка, бананово-йогуртная начинка. Вот такой вот шоколад. И еще есть шоколад со вкусом капучино. Тоже какая-то новиночка. Я такой еще не пробовала. Пишите, вкусный или нет. Сейчас, кстати, на Милку именно на эти вкусы акция. 59 и 64 рубля стоит. В общем, вот такая вот новиночка. А, нет. И то, и то 159. Вот это капучино. А это банан. А вот это, это что у нас тут? Кокос. Это вот эта вот шоколадка кокосовая. В общем, вот такие вот здесь в ленте новиночки появились. Но, а так, на самом деле, в шоколаде больше нет никаких новинок. Но, по крайней мере, я не увидела. Знаете, в основном бывают очень часто у Альпенгольта новые шоколадки. Но ничего сейчас я не увидела. Кстати, я до сих пор не пробовала, представляете, киткат с апельсином. Я вообще очень любила раньше киткат, но как-то его, наверное, переела. И сейчас на киткат вообще смотреть не могу. Вообще что-то странное. Потому что раньше я просто обожала киткат. Сейчас решила зайти в летний отдел. Здесь скейты разные, шлим, защита, в общем, продается. Чемодоны. Хотя, смотрите, какой розовенький чемоданчик. Ткань ему, правда. Еще у меня, знаете, что закончилось? Морская соль закончилась. Я вот думаю, может, взять мне вот такую вот соль для ванны. Коктейль бодрости. Вот такая вот соль, смотрите, стоит всего лишь 94 рубля. вот такая красненькая. Наверное, пахнет вкусно, я так думаю. Вот это куночка. Да, я вот голосом слышала, говорю, соль. Какой здесь фир? Нет, не хочу я шипучки фигурные. Я соль хочу для ванны. Еще, смотрите, здесь есть вот такая вот соль хвойная для ванны. Кедра, кипарис и сосна. И еще есть соль для ванны, для ванны лаванда и мелиса. Тоже, наверное, очень вкусно пахнет. Ну, здесь разный. Вот еще манго, кстати, есть. А, кстати, вот это вот пробовала. Ну, я не скажу, что я от нее в восторге. Она стоит, в принципе, не дешево, 520 рублей. Вот эта вот бутылочка, но я не в восторге от нее была. Не знаю, конечно, что будет с этой. Тоже такая крупненькая. Ну, ладно, пока брать не буду. У меня там еще есть много пенки, поэтому пока пенкой обойдемся. Ой, вот смотрите, какая пена для ванны. фиолетовая, лавандовая. Ну-ка, сейчас понюхаем. Запах, посмотрим, вкусно пахнет или нет. Честно говоря, пахнет не очень вкусно, пахнет каким-то порошком, поэтому не буду брать. Не понравился мне запах. Ой, смотрите, вот такой вот появился какой-то новый круг. Раньше такой расцветки не было. Кстати, вот эта вот фирма достаточно хорошая. У нас вот не лопаются шарики. Это 10+, это 12+, хотя мне кажется, вот эта вообще меньше. Ну, нет, вон смотри, девочка вон там вот. Видишь? Он достаточно большой. Слушай, а у нас вот такие вот. У нас вот такие. У нас, по-моему, шкалат? Нет, у нас розовый только, два розовых у нас. А, два розовых? Да. Розовый шкалат. Нет, у нас два розовых. Еще есть вот такой вот радужный. А вот это, кстати, прям вообще гигантский. Вот, надутый, он прям вообще гигант. лодку, лодку. Ой, смотри, арбуз какой. Долька арбуза. Тоже прикольненько. И тут еще есть ананасик. Я хочу пульт. Что ты хочешь? Пульт. Какой пульт? Вот. Вот это? Нет, она подумала, что это пульт. Это не пульт, это такой матрас, как у нас такой есть. Да. По-моему, да? И, по-моему, мы его ни разу не надували. Да, голубенький, так и лежит у нас. Ладно, здесь ничего нового не появилось, поэтому идем дальше. Да, кстати, прикол. Прикольная вещь. Ну-ка, дай. Да, смотри, тут еще и фонтанчиком. Ну да, ты подключаешь? Да, прикольная вообще вещь. План с водой, чтобы не матраса по воде катить. Ой, а вот еще, смотрите, какое прикольное. Как матрас, но тут даже, что-то между матрасом и кругом. Тоже прикол. У меня здесь на столе бардак, и я, наконец-таки, сдала физику. Можно, наконец-таки, все это поубирать, забыть про эти листочки и про них не вспоминать целое лето. В общем, я сдала всю физику сегодня. Получила четверку по физике за контроль, но хотелось, конечно, пятерочку, но, к сожалению, не получилось у меня на пятерку сдать. У нас была... Я просто реально не успела решать задачи. У нас было... За час нужно было решить 17 задач, и я просто не успела там 3 задачи решить. Потом у нас через 4 часа была еще конференция после контрольной, и, конечно же, через 4 часа я уже ответила учительнице решение этих задач, но учительница сказала, что уже это поздно. Она как бы понимает, что я знаю, но уже поздно. В общем, вот так получилось четверка, но ничего страшного. Надеюсь, что в 10 классе получится на пятерку сдать. Вообще, у меня в 9 классе по физике была пятерка. Так, ну, у меня еще это не последний предмет, у меня еще три контрольные. Мы уже пришли домой, сейчас вот в эту коробочку в свою волшебную положу мармелад. Давайте я вам быстренько покажу, что у меня осталось, потому что я на самом деле много здесь уже посъедала. Но смотрите, у меня полная коробка здесь. Так, у меня, в общем, два пакетика вот мармелада. Это малина и яблоко, а это яблоко, банан и клубника. Вот такой вот мармелад. О, это не мармелад, это леденцы. Арбуз дыня. Потом у меня есть две упаковки вот таких вот леденцов. чупа-чупсы, вот эти вот палочки, ну и в общем то, что осталось. А то, что я покупала в метро, я почти все съела. По-моему, даже не почти, а все съела, представляете? Я, в общем, да, вы сейчас напишите, что опять море. Я еще жду, надеюсь, и не теряю эту надежду, что мы поедем на море. Поэтому я вот собираю еще коробочку. У меня вот такая вот коробка достаточно уже полненькая. Наверное, буду уже собирать вторую, потому что это прям тяжеленькая такая, наверное, где-то, ну, я не знаю, сколько она весит, но тяжеленькая такая, в общем, коробочка. Ну, а я вообще хотела сказать, что на этом мой влог подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока. Я сегодня во влоге, по-моему, опять вообще не появлялась. Кстати, смотрите, у нас на улице еще светло. Ой, как красиво там. Закат такой красивый. Ну, вам на камеру не видно, но поверьте, закат красивый. В общем, у нас сейчас 10 часов и у нас еще, как видите, на улице светло. Но я вообще вам хотела рассказать про мелодраму, которую мы сейчас смотрим. Мелодрама называется Сельская акушерка. В принципе, интересно. Можно посмотреть, я советую. В общем, идет она там 3 часа, по-моему. В принципе, достаточно интересно. Там такой сюжет, опять же, не прям банально, обычный, да. Немножко все по-другому раскручивается и, может быть, кто не смотрел, то посмотрите обязательно. Я думаю, вам понравится этот фильм. Ладно, теперь точно всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok